доброе всем утро я сегодня обязательно проеду еще раз в магазинчик наш замечательный с препаратами и как обещала я спрошу есть ли электронная переснуть то есть как бы через интернет пересылка препаратов потому что некоторые девочки уже спрашивают честно говоря я сомневаюсь что у них такое будет потому что мы не захотят заморачиваться ну что очень хорошие новости друзья есть у этого магазинчика который только что я показала свой сайт и как мне сказала хозяйка как только человек делает заказ они тут же упаковывают в этот же день и отправляют то есть они несут когда у них накопится 10-20 посылок они отправляют или там еще какие-то условия еще не сказали что они делают скидки у них там есть делается это как далее они мне вот такую визиточку мне кажется она отражает зеркально но я вставлю я покажу их сайт я сделаю фотографию и вставлю вам на экранчик здесь есть телефон прозваниваете то есть на сайт вы заходите посмотрели что вам нужно и тогда прозваниваете и говорите что я хочу то-то то-то любые вопросы вы там уточняете девочки которые отвечают по телефону они компетентные вот мне они всегда подсказывали если что-то мне нужно приобрести там от болезни от вредителей или подформки или я смотрю появились какие-то подформочки новые а я их не вижу какие-то микроэлементы они мне всегда подскажут и расскажут вот так что смело звоните заказывайте у кого есть желание на сайте вы выбираете препараты ознакомливаетесь с ними смотрите там есть цена все но так как мы розы заказываем да там нет корзины поэтому придется прозвонить на визиточке я вам покажу здесь их сайт вот магазин так удачно назвали успех я думаю успех у него будет значит вот такую визиточку мне дали в магазине успех я приобретаю препараты ниже телефона увидите сайт пожалуйста по телефону звоните можете приезжать в гости созвонимся встретимся и еще знаете что встретила там человека вы наверно может видели уже таких которые распространяют какие-то препараты сейчас покажу вам прошу это биопрепарат вот мне подарили вот такой пузыречек биопрепарат который можно обрабатывать всех вредителей в частности хитинов вот ни солнце ни дожди не влияют на качество этого препарата то есть обработали как обычно либо ранним утром либо вечером ближе к закату и вуаля все умирает я попробую и вам обязательно скажу у меня на розах нет клеща пока нет никаких вредителей так что мне сравнить не с чем обратить вам не хочу как только я испробую этот препарат даже не знаю на чем скорее всего так чтобы это было не весной а сейчас я испробую на своей ежелике на которой есть паутинный клещ и по-моему еще какой-то клещ нельзя было ее обрабатывать потому что мы снимали с нее ягоды так вот ориентиры этого магазина я вообще люблю биопрепараты но вы знаете что без химии если хотите конкретный уход за садом то есть чтобы он выглядел замечательным я считаю лично что без химии не обойтись иначе можно запустить так свой сад если кому-то удается я за них вот искренне только рада я конечно будь и за здоровое питание и тому подобное за экологию но если мы хотим здоровые растения вы в наше время без этого не обойтись потому что вы знаете что все вредители мутируют этот препарат абсолютно новый который вот мне дали задарили так скажем я попросила брошюрку ну мы с человеком разговорились понимаете одного поля ягоды вот и он мне дал но у них этот препарат он у них содержится в литровых бутылках и он достаточно дорогой он сказал тысяч пять-шесть будет бутылка на пробу дал у нас же очень много полей теплиц и поэтому я считаю что врать нам не будут более что привезли информацию в магазин успех я приобретаю а они плохого не берут вот думаю тоже как-то будут проверять пожалуйста можете почитать ну меня он убедил девочки потому что я за бактерии много чего узнавала одно время я и не коризу разводила и разные разные грибы опять же по видео я смотрела и ванна русских вот я ему доверяю многое что мне помогало но без химии я все равно не обошлась поэтому здесь или или то есть если у вас сад огород когда уже нужно кушать ягоды и там фрукты и овощи естественно химию мы не обрабатываем наши растения болеют страдают мучаются от вредителей здесь уже биопрепарат это самое то самое самое то поэтому спробую я скажу он говорил мне что после обработки но самое то есть можно наследовать через сутки уже собирать до лады кушать но говорит по-хорошему лучше и двое суток выдержать я думаю что наши томаты не приспеют так выглядит бутылочка этого биопрепарата который называется киллер бутылка литровая говорила или нет не помню стоит она 5-6 тысяч но я так понимаю что если наш магазин возьмет это дорого и будет делать на разлив поэтому можно и подешевле поменьше купить а расход этого препарата 2 миллилитра на 10 на литр воды 2 миллилитра на литр воды каждый уже рассчитает сколько ему нужно передозировка не страшно обещала показать вам вкуснодержатель который сварил папа его покрасила белой красочкой мы его установили было это не сложно я думала будет намного хуже но роза пока стройная это роза первогодка выросла ого-го какая кустодержатель 270 ну и роза видимо столько же вбили дополнительный колышек из арматуры закрепили чтобы кустодержатель при сильном ветре не качался вы видите у меня у забора много места это место для роз подготовила на осень ну и не только здесь еще рядышком вот роза рубин руш у меня три куста этой розы она знаете нежно ароматная пахнет лесными ягодами весной то есть начале лета очень крупный бутон он больше 10 сантиметров вернее цветок в раскрытии больше 10 сантиметров розочка правда на солнце в середине лета она выгорает но так у нее цвет просто вы видите пионерского галстука как говорит полина козлова мне нравится форма цветка я люблю такие формы так мне кажется это очень романтичная форма и вот еще у меня незнакомочка может кто-то сможет определить хочу вам показать еще не распустилась роза но тоже мне очень нравится в начале лета бутон сантиметров 12 в диаметре распускается это роза называется дауфтра уж аромат тоже у нее нежные тоже это первогодка и мне нравится как она выросла я брала в питомнике у полины козловой вернее я ее не брала это она мне прислала ее в подарок это роза похоже на дауфтра уж я думала это тоже самое но нет вот эта роза у меня второгодка я ее правда пришлось ее снова пересадить потревожить поэтому куст особо в ширину не нарос но не болела крепкая роза чайно-гибридная выросла она у меня с метр в высоту постоянно цветет это не то чтобы в начале лета и в конце то есть она еще и среди лета зацветала у меня в отличие от других роз которые от жары мучились она очень хорошо выдерживает жару мульча из сосновой коры третий год она у меня на этом участке и розы которые здесь растут и скажу что они не страдали это вот с другой стороны на этом на этой стороне у меня первогодочка августа луиза я ее вам сейчас покажу я из-за того что формировала куст чтобы он нарастал более крепкими побегами а обрезала ее практически под ноль поэтому она у меня не особо сейчас широкая но вторая волна у нее набрала бутоны некоторые я уже оборвала потому что был червячок вредитель который бутончики попортил очень мне нравится эта роза и думаю все розоводы которые ее в живую видели восхищаются ей очень красивая роза и от температуры тоже воздуха меняет свою окраску то есть оттенки разнообразные навела фокус вот такая она у меня не широкая но выжила и она крепенькая и первогодочка также айсфагель я показывала ее цветение в прошлом видео сиреневой сиреневатой она становится при холодной температуре и когда отцветает а так она розовая серединка с каким-то персиково-оранжевым оттенком это тоже первогодки мои рамблеры мелкоцветковые очень они пришли мне вообще черенками девочки я их выписала участницы девушка видать бизнес пытается свой развить и пришли они мне вот просто черенки понимаете но наросли отлично и не жалуюсь благодарю ее меннингтон монмов рамблер и утюгл холлз мой молоденький первогодочка ютерсон розариум ютерсон тоже мне нравится его оттенок прекрасная роза я уже показывала это соцветие наверное раза три ну а здесь мы с костелем конечно смотрим на голый забор и мечтаем об осенних розах которые придут чтобы посадить тоже незнакомочка у меня любимая вот это очень очень ароматная для чая так просто превосходно цветет все лето 3-4 волны не знаю без перерыва очень крупный бутон уходит при отцветании благородное такое отцветание не окупливается красотка как я люблю рубин руж рубин руж очень красивый разворот бутона квартира ванная серединка лист него матовый у него или у нее не знаю называю по именам он она вот если присмотреться от он жилки видно и прям там далеке каким-то как будто перламутром хотя я его не обрабатывала кстати очень не болезненная роза